Как уходит красота Наталью Вавилову трудно узнать в 60 лет. Фильм «Москва слезам не верит» не только принёс Наталье всесоюзную славу, но и познакомил её с будущим мужем, режиссёром Самвелом Гаспаряном, который старше её на 20 лет. Наталья и Самвел познакомились на премьере картины, и с тех пор не расстаются. Супруги закрыты, живут в собственном доме под Москвой, и Вавилова не даёт интервью, выращивает цветы, занимается благотворительностью. Иногда с журналистами беседует её муж. Самвел Гаспаров говорит, что если вдруг когда-нибудь Наталье Вавиловой предложит хорошую роль с хорошим сценарием, может быть, актриса и вернётся в кино. Ей пророчили блестящее будущее во всём. Поклонники девушки наперебой спорили, какой же путь она выберет. Актрисы, модели... Действительно, в Наташи сочетался и удивительный актёрский талант и яркая красота. Именно из-за привлекательности будущую звездую пригласили в кино. Предложение о первой роли она получила, стоя в очереди за продуктами. Тогда Наташа была совсем юной школьницей, которая совершенно не мечтала о славе. К сожалению, несмотря на редкую красоту и талант, добиться оглушительного успеха девушка не смогла. И нет, дело вовсе не в лени и во влюблённости, как многие предполагают. В дело вмешалась судьба. Наташа не была профессиональной наездницей, поэтому съёмки на лошади привели к серьёзной травме. Детей у Натальи Вавиловой нет. В 1986 году, во время съёмок, Наталья упала с лошади. Будучи на тот момент беременной, из-за серьёзной травмы позвоночника, ребёнка спасти не удалось. После этой травмы детей иметь она не смогла. В сети можно найти немало обсуждений творческого пути Вавилова и её поклонниками. Очень многие мечтают посмотреть, смогла ли актриса сохранить свою красоту к 60-летнему возрасту. Но сама Наталья полностью отказалась от публичности, практически невозможно отыскать её свежие фото. Но папараццо удалось поймать женщину в супермаркете во время продуктовой закупки. Правда, узнать в ней знаменитую красотку непросто.